Здравствуйте! Сегодня мы говорим об одной из самых интересных этнических книг последнего времени. В век политкорректности, дошедший до абсурда, стало сложно использовать очень многие термины, но попытаемся. Американская писательница Тони Моррисон по происхождению афроамериканка. И именно потомки черных рабов Америки – главные действующие лица всех ее книг. Роман «Песнь Соломона» – не исключение. Герой песни – молодой негр со странной фамилией Помер и не менее странным прозвищем Молочник. Его отец, несмотря на цвет кожи, добился большого успеха в бизнесе. Он сдает в аренду недвижимость, держа в ежовых рукавицах и квартиры съемщиков, и собственную семью. На Молочника отец возлагает надежды, как на продолжателя своего дела. Сын пытается выйти из-под давления отца и неожиданно для самого себя отправляется в путешествие по местам, где жили его предки. Нельзя сказать, что Молочник в результате обрел смысл жизни, но свое место в ней он точно понял. У Тони Моррисон, обладателя Нобелевской премии по литературе, что не книга, то событие, а «Песнь Соломона» относит к ее лучшим произведениям. Президент США Барак Обама и вовсе назвал песнь своим любимым романом. Здесь и про поиски себя, и про семейные ценности, и про любовь, предательство, смелость и много чего еще. Кроме главных персонажей, едва ли не все второстепенные столь же интересны. Есть еще одна деталь, которая должна удивить российского читателя. Когда читаешь описание жизни чернокожих героев книги, стойкое ощущение, что действие происходит или в 19 веке, или максимум в самом начале 20-го. Но нет. Еще в 60-е годы в США афроамериканцы были в полном смысле слова людьми второго сорта, то есть каких-то 50 лет назад. Представить это, конечно, непросто, но тем интереснее читать. Цитата. Негры получают имена, как придется, и точно так же они получают все, как придется. А почему мы не можем получить все, как положено? Нам именно так и положено, как придется. Очень рекомендую эту книгу, как, впрочем, и все остальные у Тони Моррисона. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова